Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале. Зовут меня Светлана, и сегодняшний ролик посвящен вам, наши зрители. Вас 100 тысяч, для нас это очень радостное событие, нам очень приятно. Хотим выразить вам благодарность за вашу поддержку, за то, что вы нас смотрите, за то, что вы на нас подписаны, за ваши комментарии. Многие из вас с нами буквально чуть ли не с первых дней, и некоторых из вас я помню по именам. Правда, к сожалению, вот сейчас YouTube ввел такие дурацкие псевдонимы, когда, если раньше вот в комментариях мы видели аватарку, кружочек, да, и видели имя человека, то сейчас, если вы там ничего не поменяли, то высвечивается там юзер тра-та-та. Вот такая вот ерунда. Кое-кого, конечно, я опознаю по аватаркам, но, к сожалению, не всех. Поэтому, если вдруг у вас есть такая возможность, у вас есть минутка времени, то было бы здорово, чтобы вы вот эти псевдонимы поменяли, потому что мне очень приятно видеть ваши имена, мне очень приятно видеть ваши комментарии. И, ну, пару слов. Конечно, всегда приятно получать хорошие отзывы, да. Тем не менее, я благодарна одному комментатору, который еще только-только в начале, когда я стала рассказывать про виноделие, меня покритиковал. Ну, конечно, покритиковал очень толково. Он сказал, да, ты молодец, ты классная, но ты вот в вине ничего не понимаешь, читай книжки. И я взялась читать книжки. И тот багаж знаний, которым я обладаю на сегодняшний день, ну, это все благодаря этому человеку. Я не знаю, смотрит ли он сейчас канал. Давным-давно я его не видела в комментариях, но если вдруг смотрит, то огромное ему спасибо. Также спасибо вам за идеи, потому что некоторые идеи для съемок я черпала у вас. Вы присылаете интересные вопросы, интересные какие-то вещи, благодаря которым я тоже развиваюсь, да, я узнаю что-то новое и снимаю видео для вас. То есть это тоже важно. Также спасибо за ваши отзывы. Много приходит, в том числе и в личку, что благодаря нашим роликам у вас получилось хорошее вино, у вас получилось классное вино. Это тоже очень здорово, это очень сильно греет душу. Поэтому спасибо за такие отзывы. И они очень сильно мотивируют, да, и хочется стараться, хочется что-то делать. Ну, еще немножко расскажу о том, как вообще происходят съемки, да. На самом деле снимаю я одна, у меня нет никаких помощников. Да, мы иногда, конечно, снимаем что-то вместе с мужем, да, когда какие-то работы, когда надо показать чьи-то руки, мы снимаем вместе. Но в большинстве своем снимаю я одна. У меня нет режиссеров, сценаристов, монтажеров, осветителей и прочей команды, да. Все это один человек и камера. Поэтому если вдруг где-то там лишние слова, где-то еще что-то, то проявляйте снисходительность, потому что на самом деле это большой труд. И об этом тоже нужно говорить. Всегда хочется донести до вас максимально полезную информацию. При этом условия съемки тоже бывают такие, что надо снять быстро, да, пока малышка спит. Надо снять быстро, пока это актуально. Что-то снимается на одном участке, что-то снимается на втором. Повторю, сценариста нет. Тексты мне никто не пишет. И да, где-то при монтаже бывают выскакивают какие-то ошибки. Где-то при монтаже может что-то задублироваться. Кстати, было несколько раз, да, когда у меня ошибалась программа, я неудачно монтировала. И опять же спасибо зрителям, которые указывали на эти ошибки. Не просто вот что-то там сняла, да, указывали на что-то конкретное. Благодаря этому я все это исправляла. При этом тоже у меня не идеальная техника. У меня не самый быстрый ноутбук, чтобы все это монтировать. Более того, в летний сезон закачка роликов в интернет-пространство происходит где? В сельской местности, где интернет далеко не самый быстрый. И бывает, чтобы закачать ролик, мне надо на ночь его поставить на загрузку. Нужно закачивать в 10-12 часов. То есть все это время, да, хочется опять же выпустить ролик вовремя, чтобы он был для вас актуален. Так что за кадром происходит огромное количество работы. И более того, некоторые ролики вы видите только через год. Бывает так, что что-то мы делаем, проверяем. И только в следующий сезон вы смотрите уже на готовый результат. Да, даже бывает и так. Что будет дальше? Ну, мы также будем растить свой виноград, да. Будем делиться с вами нашими знаниями, нашим опытом. Где-то что-то будет усовершенствоваться. Все это мы, конечно, будем показывать. Будем смотреть, как растут наши новые сорта, как они себя проявляют в наших условиях. Конечно же, будем делать вино. Будем новые технологии какие-то применять. Все это рассказывать, показывать. Знаю, что многие из вас просят, как сделать сладкое, как сделать что-то типа когора. Пока не совсем хватает материала для этого. Хотя, да, ручки чешутся. Хочется попробовать. Ну, будем смотреть. Может быть, где-то будем пробовать теоретически что-то делать. А может, на практике. Будем смотреть по результатам наших урожаев. Также по возможности будем учитывать ваше пожелание к содержанию роликов. Как в части ухода за виноградом, так и в части виноделия. Поэтому присылайте свои вопросы. Что бы вам было интересно. Что бы вы хотели услышать. Какие темы вы бы хотели. Чтобы мы освещали, конечно. Обещать вам, что я смогу ответить на все вопросы. Ну, я не могу, потому что физически на этом может не быть времени. Что-то может быть уже снято, да. Но, тем не менее, какие-то интересные темы, какие-то частые вопросы, да. Будем освещать. Будем учитывать ваши пожелания. И будем делать ролики для вас. Еще раз вас всех благодарю. За то, что вы с нами. Очень надеюсь, что вы с нами и останетесь. Будете приводить друзей. Нас станет больше. И на этом с вами прощаюсь. Скоро у нас сезон виноделия. Скоро у нас сезон сбора урожая. Будем смотреть, что у нас выросло. Так что будет интересно. До новых встреч.